Ремонт дорог, дворовых территорий, капитальный ремонт подъездов и многоквартирных домов. Эти задачи остаются приоритетными и на этой неделе. Добавился к ним и антимусорный рейд. На этой неделе мы также эту работу будем продолжать. И вот я бы хотел, чтобы мы более тесно связались с нашим административным надзором, для того, чтобы эта работа была более эффективной. Представители ГОСАДом технадзора в свою очередь также указали, что основная задача – выявить и устранить свалки, а также не допустить появления новых. Сейчас совместно с работниками МЧС осуществляется вылет, облет территории с воздуха. На прошлой неделе наши сотрудники дважды участвовали в таких мероприятиях. Вот выявлена свалка поблизи деревни Очкасово, которую сейчас прошу обратить на нее внимание, ликвидировать, поскольку она на контроле. Помимо борьбы с мусором, ГОСАДом технадзор готовится проверять школы, детские площадки и теплотрассы. О работе портала «Добродел» в части ЖКХ доложил заместитель руководителя администрации. Вступило 180 обращений, выполнено 84. На данное время в работе 156 обращений, из них с нарушением срока – 0. В части дорожной деятельности в работе одно обращение, которое связано с опиловкой деревьев и относится к Московской объединенной электросетевой компании. К другим темам. На территории района прошла мобилизационная тренировка с органами местного самоуправления по переводу на работу в условиях военного времени. На оперативном совещании рассказали и о ее результатах. Ход проведенной мобилизационной тренировки показал, что в районе создана устойчивая система оповещения, которая позволяет в автоматизированном режиме в кратчайшие сроки довести необходимую информацию до руководителей органов местного самоуправления и организации района. Разработанный порядок оповещения руководителей органов местного управления, органов управления и структурных подразделений администрации и руководителей организации обеспечивает в кратчайшие сроки провести сбор и совещание по постановке задач для выполнения предусмотренных мероприятий. Также на совещании обсудили начало работ по перекладке водопровода в микрорайоне Медведка. А перед отчетом оперативных служб Виталий Чехов поздравил Виталия Алексеевича Колоскова с днем рождения. За прошедшую неделю в дежурную часть УВД поступило 880 сообщений о происшествии, в том числе зарегистрировано 33 преступления. Из них раскрыто 21 преступление. Следует отметить, что на этой неделе тяжких, особо тяжких преступлений против личности не зарегистрировано. К сожалению, продолжают угонять мото- и велотранспорт, поэтому сотрудники полиции рекомендуют не оставлять его без присмотра.